Проект, который касается каждого, вне зависимости от социального статуса или возраста. Школьники сегодня в ходе беседы с представителями администрации узнали о том, что они могут участвовать в голосовании и выбрать для благоустройства ту территорию, которую они считают необходимой. Ребята внимательно слушали и задавали интересующие их вопросы. Если я выхожу на сайт, я голосую за определенный проект, но он по результатам голосования не проходит. Есть ли вероятность, что в будущем он все-таки будет реализован? Вопросы были разные. В течение часа подрастающее поколение проинформировали о начале проведения рейтингового голосования по отбору территорий, которые будут благоустраиваться в 2024 году. Абдулла Балаев до сегодняшнего дня не знал, что его голос может стать решающим в таком важном вопросе, как благоустройство родного города. Парень впервые в этом году примет участие. Я считаю, что стоит в первую очередь благоустроить улицу Асканово, на которой находится главный парк, парк Славы, потому что недавно относительно был открыт сквер, так называется, и он полностью благоустроен. Там есть также многоквартирные дома. Участвовать в голосовании можно гражданам, достигшим 14 лет. Субар Чаниева учится в 11 классе. Девочка в прошлом году уже отдавала свой голос для дальнейшего благоустройства выбранной ею улицы. Такие мероприятия, особенно когда рассказывается об этом в школе, они немножко поднимают население, немножко заставляют задуматься о том, что происходит в республике, и показывают на самом деле плоды того, что бывает, когда ты принимаешь активное участие, когда у тебя активная гражданская позиция. В этом году нам снова об этом рассказали. В позапрошлом я принимала участие, и также отдала свой голос. Это была улица Промысловая. Я, насколько помню, сейчас вроде как даже она находится на стадии благоустройства, там сейчас происходят работы. Так что можно сказать, что никакая из улиц, которую внесли в голосование, ни одна из них не останется без ничего. Программа дает возможность для развития пространств и создания благоприятных условий для муниципальных образований. Ребятам также в ходе беседы объяснили, как через интернет-браузер оставить свой голос. Для регистрации там никаких сложностей на федеральном портале нет. То есть через любой интернет-браузер набирается за точка городсреда.ру, браузер выводит на единый портал. Оттуда уже как бы находится свой регион, и под регионом идут уже те муниципальные образования, которые принимают участие в данном проекте. Голосование начнется с 15 апреля и продлится до 31 мая. Девять территорий, из которых можно выбрать одну. По результатам прошлогоднего голосования были выбраны улицы Фрунзе, Промусловая и Балкоева, которые сегодня в процессе благоустройства. Такие мероприятия проводятся планово во всех учебных заведениях Ингушетии. Мадина Цора, Асхаб Белокиев, Новости 24.